Поклонение святым мощам имеет давние традиции христианства и довольно часто подвергается вполне заслуженной критике со стороны ревнителей чистоты веры, видящих в этом рецидивы язычества. Откуда же пошла эта традиция и как она развивалась? Об этом рассказывает Михаил Ромашко на страницах журнала «Загадки истории» в 2014 году. Первые христиане почитали многообразие святые реликвии. Частицы креста, о котором распяли Иисуса, гвозди, которыми его приколотили к этому кресту, саванн, в который его обернули и так далее. К эпохе позднего средневековья в список реликвий вошли предметы, связанные как с Христом, так с его ближайшим окружением. Иногда реликвии были странного свойства. Молоко Богородицы, слезы Богородицы и Иисуса, свечка из ясли, где родился Иисус. А некоторые были и вовсе фантастическими. Запечатанный в ларец последний вздох Иисуса и даже палец Святого Духа. Но наибольшей популярностью пользовались останки святых. Иисус изгонял бесов, исцелял болящих, даже воскрешал мертвых. Некоторые апостолы, верные делу своего Учителя, занимались ровно тем же. Если судить по древним текстам, целые толпы сопровождали Иисуса, а потом его учеников и последователей. В надежде обрести чудо исцеления. Слепые прозревали, паралитики вставали на ноги, прокаженные в мгновение ока обрастали чистой кожей. Само собой, в головах ранних христиан появились предположения, если живой апостол способен лечить и исцелять, то он может заниматься целительством и после смерти. И к местам, которые были признаны могилами апостолов, потянулись паломники. Они прикладывались губами к святым гробам, падали на них своим телом, и некоторые исцелялись. Столь сильна была их вера. В 325 году Никейский собор признал мощь и борцов за веру в святынии. Правда, чем дальше на север уходила новая религия, тем сложнее было найти новообращенную гробницу с чудесными свойствами. Время апостолов прошло. Началось время мучеников за веру, и оказалось, что хорошо пострадавший мученик творит чудеса ничуть не хуже учеников Иисуса. Мучеников за веру было тогда множество, ведь гибнуть от рук язычников христиане не прекратили и после получения новой религии, официального статуса в Римской империи. Так что западная и восточная церкви постепенно обрели целый сон святых и мучеников. Каждый христианский город стремился обзавестись священной могилой. Недаром Иоанн Златоуст записал следующее. «Тела святых ограждают город лучше всякой твердыни, и подобные высоким скалам зремут отовсюду. Не только отражают нападение видимых врагов, но и все козни и наветы демонов разрушают столь же легко, как сильный муж разрушает забавы детей». Подлинно все человеческие средства, употребляемые для охранения жителей, как то стены, рвы, оружие, война и прочее, враг может преодолевать другими, еще сильнейшими средствами. Но если город защищен телами святых, то сколько бы ни ухитрялись неприятели, не могут противопоставить им ничего равносильного. Города стали, естественно, обзаводиться защитой, которая надежнее рыцарского войска или опытного врача. Христиане презирали варваров, которые сжигали тела своих усопших на кострах. Они считали, что тела после смерти должны быть сохранены для последующего воскрешения на страшном суде. А значит, сжигать их нельзя. Их нужно отнести поближе к могиле мученика или праведника, который позаботится об усопшем и на том свете. Где такое место найти? Конечно, в христианском храме. Именно в церкви старались похоронить мученика, покровительствовавшего городу. И простые христиане, чтобы получше устроить родственника, хранили его прямо в церкви. А когда кончалось место, вокруг храма. О том, насколько мертвецу будет хорошо на том свете, могло сказать состояние его тела. Если в скорости после смерти оно сохнется и превратится в мумию, хорошо. Если разбухнет и начнет источать зловоние, плохо. Лучше всего, если тело быстро станет очищенным от плоти скелетом. Парижане, например, тащили мертвых на кладбище невинных. Зарывали поближе к могилам праведников. И кладбищенские черви исправно нанесли свою службу. Через пару недель очищенный костяк изымали, чтобы дать временный приют новому мертвецу. Очередь желающих правильно упокоиться была огромная. Ну а в тех городах, где черви работали похуже, надеялись только на погребения в церкви. Святые отцы отлично понимали, что вряд ли пиршество на зловонных могилах и многочасовые службы в храме, пропитанном миазмами, пойдут на благо верующих. Несколько императоров и церковных иерархов даже запретили гражданам поклонение костяк. Правда, запрет они основывали на противоречии с учением Христа, а не на правила гигиены. Но как бы там ни было, запреты немного оздоровили городской микроклимат. Храмы перестали быть местами погребения, теперь там могли упокоиться только люди исключительные, мученики, герои или религиозные деятели. А святые и мученики, к телам которых стремились припасть верующие, теперь лежат в раках или в ларцах меньшего размера. Если скелет был у них, не помню. В середине века такое случалось часто. Христианские общины заботливо делились городскими талисманами. Мысль верующих хорошо озвучена все тем же Иоанном Златоустом. Святые мощи неисчерпаемые сокровища и несравненно выше земных сокровищ, именно потому, что сии разделяются на многие части и через разделение уменьшаются. А те от разделения на части не только не уменьшаются, но еще и более являют свое богатство. Таково свойство вещей духовных, что через раздаяние они возрастают, а через разделение умножаются. Проще говоря, защитная сила святых мощей не уменьшается при расчлении. И скоро все христианские города имели свои святые мощи. По всей Европе и Малой Азии хранились церкви головы, тела, руки, ноги, отдельные пальцы святых мощников. Правда, если сосчитать количество рук, ног, голов, принадлежащих святым, то картина получится у нас странной. Апостол Андрей был погребен в пяти разных местах. Его голова хранилась в шести храмах, а руки апостола в семнадцати. Популярный в народе Иоанн Креститель, судьба которого по библейскому тексту была всем известна, голова отрублена, тело сожжено и прах развеем, получил десять могил. Девять церквей славились бесценной реликвией головой Иоанна, чудесно целевшей. Тело святого Степана нашло упокоение в четырех могилах, а восемь его голов в восьми церквях. Святой Иероним поделился с верующими двумя телами, четырьмя головами и шестьюдесят тремя пальцами. Тело святого Петра упокоилось в шестнадцати местах. Но пальму первенства по количеству тел и голов держала мученица Иоанна. Двадцать тел и двадцать шесть голов. В наше скептическое время такое число частей тела наводит на определенное размышление. В средние века жили согласно воззрениям златоуства. Святые мощи через разделение умножаются. Святые мощи умножались и умножались, пока наконец это умножение не заставило отреагировать на консервативную церковь. Ватикан взялся бороться с подделками и не спровергать средневековую святую. Первой под огонь богословия попала святая Розалия из Палермо. Ее мощи оказались костями козла. В шестятые годы прошлого века Ватикан всерьез взялся за проверку мощей. Останки очень многих святых, увы, были признаны простыми костями, пусть и в золотых или серебряных ларцах. Причем под эти санкции попали такие почитаемые персоны, как Святой Георгий, Святая Бригитта и Святой Николай. Правда некоторые католики возмутились решением Ватикана и продолжают поклоняться разжалованным костям мощам. Более того, мощи многих, например, Гваделупской девы в далекой Мексике, несмотря на запреты и увещевания святых отцов, продолжают творить чудеса. Поклонение мощам существует не только в христианстве, но и в буддизме. Оно пошло от обряда погребения Будды Гаутамы. Его тело было завернуто в 500 слоев хлопковой ткани и помещено в железный гроб, заполненный маслом. Потом гроб закрыли двумя металлическими крышками и водрузили на погребальный костер. Сложенные из драгоценных пород деревья. После окончания кремации огонь залили молоком. А кости бережно собрали, разделили на 8 частей и сложили в урна. Урны были погребены, а над ними поставлены погребальные ступы. Сейчас обряды кремации подвергают тела высших иерархов буддизма и тех, кто достиг просветления. Иногда в кострах после этого находят таинственные реликвии, которые буддисты называют Рингстелл. Вот такой был подготовлен мною сегодня репортаж. Не забудьте оставить ваши комментарии и обязательно подписаться на канал. До встречи!